Здравствуйте! В эфире информационная программа новости в студиях Морал Хасина в начале выпуска «Коротко о главном». На пост главы в Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты. Молодежная модернизация. Балхашским студентам предлагают дать новую жизнь старой оргтехнике. Приклеили диск, жесткого диска, но подключили к блокпитанию. Второй на мировой арене балхашский школьник завоевал серебро на чемпионате мира по профессиональному джиу-джитсу. Поначалу у нас был счет равный. Я выиграла всего лишь по двум баллам. В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты. Дедлайн был назначен на 28 апреля в 18.00. К этому времени заявки успели подать 9 человек. Первым документы в ЦИК сдал Садыбек Тугель. Позже на съезде партии Нур-Атану Султан Назарбаев выдвинул кандидатуру Касмжомарта Токаева. Ей среди претендентов на пост главы государства и женщина. Данюя Спаева выдвинула партия Ахжол. Всего в списке кандидатов в президенты 9 человек. Каждый заплатил избирательный взнос в 2 миллиона тенге. Теперь участникам предвыборной гонки предстоит собрать 118 тысяч подписей не менее чем в 12 областях, городах республиканского значения и столице. Этоп регистрации кандидатов продлится до 11 мая. Сразу после его окончания начнется предвыборная агитация. День тишины 8 июня. Выборы президента страны пройдут 9 июня. С балхаштами встретился председатель Карагандинского областного суда. Главный судья региона Нурсирик Шарипов рассказал о преобразованиях и новшествах в судебной системе. В конце прошлого года в Казахстане запустили ночной и виртуальный суд, по которым процессы проходят в вечернее время или онлайн. В последнем варианте используется специальное мобильное приложение, которое доступно на все типы телефонов на бесплатной основе. Также, чтобы сократить количество разводов, работает проект «Семейный суд», а вся судебная система работает в электронном формате. После выступления горожане задавали вопросы. Вся работа судов завязана электронно. Находясь в Верховном суде в Астане, при обращении любого человека можно зайти в любую базу любого суда Казахстана и посмотреть, когда дело поступило, в каком у нас состоянии, в каком суде распределено. Балхашцы почтили память погибших и пострадавших во время ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. По традиции, участники тех событий, ветераны-афганцы и активисты города собрались на набережные возле памятника ликвидатора. В этом году со дня катастрофы исполнилось 33 года. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария. На устранение трагедии и ее последствий в общем направили около 240 тысяч человек, в том числе 35 тысяч казахстанцев. Из них почти 150 балхашцев. По разным данным, от последствий аварии погибли больше 4 тысяч человек, свыше 5 миллионов пострадали. Их память почтили возле памятника ликвидаторам на набережной Балхаша. Участники тех событий возложили к монументу цветы. 26-го по тревоге нас подняли. Это мы служили в части во Львове. Мы 27-го ночи уже были на месте, в лесу. И узнали по месту прибытия, что случилось. И даже не знали в то время, что нам грозит. На блокпостах стояли, патрулировали. В Балхаше прошел первый КТАП-фест. В Центральной библиотеке читатели со всего города обменивались книгами, читали стихи любимых авторов, играли в лотерею, делали оригами и танцевали. Также жители города отметили Всемирный день книги. Подробности самого мероприятия в сюжете. В Центральной библиотеке вместо книг сегодня выдают кисточки и краски. Читатели учатся рисовать в технике эбру. За соседними столиками складывают оригами, лепят из кинетического песка и плетут из писера. Так местные библиотекари решили отметить первый в городе КТАП-фест. В этот день тишины в библиотеке не требовал никто. Напротив, один из залов превратили в танцпол. Здесь же студентов и школьников проверяли на меткость. А для любителей селфи библиотекари обустроили фотозону. В честь такой даты по библиотеке расположены 11 площадок, цель которых – развивать молодежь разносторонней. В следующем году планируется проведение книжного фестиваля в таком масштабе. На литературной площадке школьники смогли прочитать строчки из произведений любимого писателя. Я ходила, танцевала. Было очень прикольно. Еще я рисовала. Получалось очень красиво. Почитала одну книжку. Она была очень интересная. Мне нравится, что ни одной библиотеки, как эта, нет разных игр или танцевальных конкурсов. Тут есть множество различных конкурсов для любых возрастов. Я хочу, чтобы здесь производители часто устраивали мероприятия, которые увеличат числа здесь участников и любителей книг. Ко Всемирному дню книги представили около 400 изданий, которыми читатели обменивались в рамках акции «Буккроссинг». В этот же день среди гостей разыграли лотерею. Победителям вручили ценные подарки. Виктория Буханцева, Атмар Алхасина, Руслан Сипен, Уркен Медиа. В Балхаш приехала музыкальная и этнографическая экспедиция «Кюйки Руен». Ее участники собирают незаписанные ради аудио-видеоматериалы и биографические данные музыкантов и композиторов Карагандинской области. Свой путь семь человек, ученые, искусствоведы и кюши начали с Актугайского района. Члены экспедиции побывали в самых отдаленных населенных пунктах и уже собрали информацию об общественном деятеле Жакопи Ахбаеве и исполнительнице Кюев Ахкас. В Балхаше участники экспедиции записали на цифровой носитель произведения Магауи Хамзина и Ахмедшана Сармантайулы. В планах искусствоведов посетить Чецкий, Абайский, Жанаркинский и Улутауские районы. Продлится этнографическая поездка до 25 июня. Мы занимаемся неизвестными произведениями, передаваемые из поколения в поколение, которые нуждаются в сохранении и популяризации. По итогам экспедиции планируется выпустить сборник музыкальных произведений, где будут задержаться неизвестные кюи в нотной форме. Балхашским студентам и старшеклассникам предлагают дать новую жизнь старой оргтехнике. В городе стартовал конкурс «Апгрейд», в котором участники должны создать из компьютера или сканера новый прибор или дизайнерскую вещь. Прецеденты на победу уже начали подготовку. Некоторые показали свои творения журналистам «Оркенмедиа». Студент-первокурсник и будущий программист Аспандиар Калиев показывает, как из жесткого диска сделал точилку для ножей. Идею вместе с одногруппниками подсмотрели в интернете. Несколько часов работы и старая деталь получила новую жизнь. В качестве точилки взяли наждак и диск жесткого диска. Наждак приклеили к диску жесткого диска. Но подключили к блоку питания, он сам начал крутиться, можно отточить на ней нож. Здесь еще из жесткого диска магниты есть. Мы хотим сделать для поставки для ножей магнитную. Вторая команда программистов разобрала системный блок и из кулера сделала USB-вентилятор. Дизайнеры подошли к конкурсу творческий. Клавишами клавиатуры они украсили часы, блокноты и подставку для карандашей. А старые диски превратились в крылья сказочной птицы. Конкурс «Апгрейд» проводит Политехнический колледж. Участвовать могут студенты первых курсов всех колледжей города и старшеклассники. Заявки нужно заполнить на сайте учебного заведения до 10 мая. Выступить можно в двух номинациях – «Техник» и «Дизайн». Обязательное условие – использование частей оргтехники. Победители объявят 17 мая. Итоги конкурса состоятся 17 мая в виде выставки. Потом жюри по итогам выставки выдает сертификаты и призовые места. Значит, сертификаты получают все участники, а победители получают ценные призы. В сертификате, значит, есть 5 баллов, которые добавляются при поступлении в колледж. Виктория Буханцева, Мурат Булатбеков, Уркин Мидия. Балхашский школьник завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по профессиональному джиу-джитсу. Вместе с титулом Алем Байдагула выполнил нормативы в кандидаты мастера спорта. Соревнования в Объединенных Арабских Эмиратах собрали больше 7 тысяч спортсменов из 100 стран мира. Казахстан представляет 60 борцов. Среди них – балхашец Алем Байдагулов. 13-летний спортсмен выступал в возрастной категории до 15 лет. В весе до 46 килограммов джиу-джитсер провел 5 схваток с соперниками из Кувейта, Омана, Арабских Эмиратов и России. Четыре боя завершились победой балхашца. В финале Алем встретился со спортсменом из Сирии, которому уступил по очкам и завоевал серебро турнира. Эта медаль стала 38-й в копилке бойца. Всего у спортсмена 23 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых соревнований разных уровней. В целом соревнования прошли очень отлично. Я был очень на эмоциях. Тяжелая схватка была, я думаю, в полуфинал, когда я боролся против человека с Якутией. Поначалу у нас был счет равный. Я выиграла всего лишь по 2 баллам. И до конца 30 секунд я сделал 6-0. На сегодня это все новости. Если у вас есть интересная информация, вы стали свидетелем события или происшествия, звоните к нам в редакцию по номеру, указанному на экране. Я с вами прощаю до следующего выпуска. Завтра в 20.15. Редактор субтитров А.Семкин